для россии с любовью для вас мои дорогие мое очередное видео ну две недели назад когда мы с вами распрощались вот здесь на этом крыльце я вам показывала очумелые ручки в америке показывала мое деяние так сказать было тепло было жарко я была в летнем платье в легком платье или в шортах в чем-то в таком очень а сегодня утром было где-то два или три градуса тепла но кстати еще утро и все равно холодно и весь день будет где-то градусов только шесть или семь холодина ну по названию вы поняли что что-то предстоит мне рассказать вам необычное ну так вот вы спрашиваете как же выборы проходят выборы проходят напряженной в горячей обстановке дебаты завершились я надеюсь победой трампа я очень за него болела на дебатах смотрела все как говорится от корки до корки и ну у нас такая традиция около домов выставляют какие-то транспаранты которые говорят о том за кого кто демократ или республиканцы в этом доме так сказать живут за кого мы болеем за демократов или за республиканцев кто мы и у нас здесь также вот посмотрите здесь например понятно что живут демократы за байдена голосуют ну и мы с беном решили тоже заиметь такую надпись про республиканцев и вот в среду мне бы звонит на работу и говорит что я эту сайт эту надпись получил из офиса республиканцев взял и ты ее поставишь и вот посмотрите я была очень обрадована этому прибежала приехала не приехала с работы и вот это надпись у нас здесь красуется но надпись не простояло долго партизаны демократы ночью или подпольщики они кто я не знаю короче говоря своровали эту надпись нашу ну и конечно выбросили б мне звонит субботу я работала сверхурочно кстати объясню что это у нас значит сверхурочно объясню позже я работала сверхурочно и говорит ты знаешь а надписи то уже нету я утром когда уезжала на работу было темно в пять часов утра и не видела он говорит но я при дату не волнуйся говорит я принес другую мы поставим другую знаете я вообще-то была очень огорчена и у нас есть газета местная так сказать нашего райончика газета и она электронная и в бумажном виде и кстати каждый район такой имеет ты можешь поместить электронно твои сообщения или какие-то заметки для всех или только для твоей для твоего райончика кстати когда нам нужно было чтобы кто-нибудь ухаживал за нашим котом когда мы отсутствовали больше недели если неделя то кошка остается сама и все нормально а если больше недели у нас здесь друзей нету и нам нужно было кого-то найти чтобы за нашим котом за нашей кошкой присмотрели пришли через три-четыре дня и поменяли воду и еду и все такое ну и вот мы поместили просьбу нашу в нашей газете это газета кстати электронная и на бумаге и многие откликнулись и мы выбрали одну семью которая любит кошек и они приходили уже несколько раз и конечно мы платим за это ну вот в общем вот так вот мы нашли людей которые ухаживают за нашей кошкой пока мы в отсутствие ну и вот я поместила вчера вечером заметку что как же так и это называется демократия ну в общем в русском стиле я была очень рассержена очень разгневанно так сказать вчера вечером вы знаете я получила столько сообщений столько откликов просто замечательных откликов я кстати не написала какая это была какой был транспарант за республиканцев или за демократов я просто написала в общем что ну нельзя так делать если мы хотим демократии если мы хотим жить нормально и я сказал что я разочарована в нашем соседстве в наших соседях значит есть такими и вы знаете я не надо как я сказала я не назвала какая надпись демократы или республиканцы но несколько человек сказали да мы тоже наблюдали такое демократов надпись стоит республиканцев трамп где написано трамп из похаблены надписи изломанные списаны то есть ну понятно кто это делает и сегодня и и один мужчина написал ну просто профессиональная профессиональный отзыв он написал ну как же если мы хотим быть свободной страной как же можно такое делать но хочу ночью украсть надпись это же низко это же трусы просто самые настоящие трусы которые чувствуют что они неправы чувствуют что другая часть другая партия есть может быть сильнее и правдивее и вот так вот выражают свою получается трусость ну я думала долго куда же мне эту новую надпись повесить ну я предложила бы ну вот туда на на то окно где спальня ну бен сказал если по-русски это перевести значит звучит так что упадешь и костей не соберешь ну и сошлись мы на том что повешу-ка я ее вот туда на окно вот на это большое окно ну давайте посмотрим что получится ну и кстати обаут сверхурочно каждый раз когда я упоминаю что работаю сверхурочно обязательно кто-нибудь скажет зарабатываешь дни к отпуску так вот у нас не сверхурочно не дают мне никакие отпуску или отгулы как это в россии принято здесь платят деньги 12 дней 12 часов сверхурочно получается полторы ставки платить тебе больше 12 идет двойная оплата ну и у нас например вот у нас везде по разному у нас нельзя работать больше 72 часов в неделю как помните в советском союзе было трудовое законодательство так вот и у нас есть такое ну типа трудовое законодательство профсоюзы то есть запрещено работать ну как заботиться о здоровье или как или что еще я не знаю в общем вот вот что значит сверхурочно я работала только два дня две недели назад я работала три дня сверхурочно работаем по 10 12 часов вы же знаете я работаю четыре дня по 10 часов и три дня выходные ну и поэтому когда я работаю сверхурочно то же самое 10 часов и 12 как это смена смена ну что еще один еще один кусочек вот такая вот ситуация да ну конечно демократия получается демократия это анархия делаю то что хочу ломаю крушу ну давайте посмотрим как это выглядит я замерзла ну чё все нормально смотрится видно и даже с дороги ну что ж я думаю вот на этом с вами мы и расстанемся задавайте вопросы скоро увидимся пока